МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 часов столицы. Это новости на Хабар-24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Больше 17 тысяч случаев заражения корью зарегистрировали в Казахстане с начала года. Об этом сообщила министр здравоохранения сегодня на заседании правительства. Там сейчас находится моя коллега Анель Едель-Каза. Она готова присоединиться к эфиру. Анель, здравствуйте. Какие меры принимает сейчас Минздрав в связи с такой эпид-ситуацией? Здравствуйте, Динара. Да, действительно, ситуация по коре сейчас в стране непростая. Среди госпитализированных 30 детей сейчас находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Вопрос сегодня в правительстве обсудили вне повестки. С докладом выступила министр здравоохранения Ажара Гиньяд. Она отметила, что из 17 тысяч зараженных больше 80% приходится на детей. И в большинстве случаев дети, пациенты были непривиты. Также глава ведомства отметила, что повышенный уровень заражения отмечается в Шимкенте, Алматы и Жамбылской области. Сейчас по стране развернули больше 3,5 тысяч коек для больных корью. Касательно вашего вопроса по мерам, Динара, министра отметила, для стабилизации ситуации по коре до конца года планируется охватить плановые иммунизации больше 100 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В целом на сегодня уже привили больше 600 тысяч детей. Ну а теперь к повестке. Сейчас остановлюсь на развитии автодорожной отрасли. С докладом выступил министр транспорта Марат Карабаев. Он отметил, в этом году всего по республике строительно-монтажными работами охватили порядка 11 тысяч километров автомобильных дорог. Из них на дорогах республиканского значения работы ведутся на 6,5 тысяч километрах. Ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 миллиардов тенге. Глава ведомства отметил, для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система уже введена на 3 тысяч километров дорог. В целом к 2029 году, отметил министр, платная система поэтапно будет введена на 11 тысяч километров по мере завершения работ по реконструкции. У меня на этом все. Динара, об остальном в следующих эфирах передаю слово вам. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Анель Едель Казам. Вернемся к теме кори. Почти 2000 случаев заражения зарегистрировано в столице. Это за период с марта по ноябрь текущего года. Эпидситуация остается непростой, говорят специалисты по данным департамента санэпидконтроля Астаны. По состоянию на 27 ноября инфекцию выявили у 661 человека. Из них 126 случаев. Это взрослые, 47, подростки. Больше всего болеют дети. 480 случаев или 73% от всех зараженных. В основном болезнь поражает детей в возрасте до 4 лет. Эпидемиологи напоминают, корь может активно распространяться среди непривитых людей. К другим темам. В Казахстане в два раза увеличилось число арестованных домашних дебоширов. Это данные МВД за последние 4 месяца. Если во втором квартале к ответственности привлекли 7 тысяч лиц, то в третьем их уже 27 тысяч. Всего в этом году к административной ответственности привлечены больше 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний. В целом по итогам 10 месяцев на 20% снизилось количество сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. В Казахстанке массово начали заниматься единоборствами. В секциях бокса, рукопашного боя ММА сегодня все чаще можно встретить девушек. Кто-то приходит после многолетних занятий балетом, танцами. Для некоторых это и вовсе первый спортивный опыт. Также родители приводят дочерей изучать навыки самообороны. У каждой своя история. Саня Кубжасарова продолжит тему. Это сейчас Бутагос Касимова призер чемпионата Азии и мира по джиу-джитсу. Мало кто знает, что в единоборство ее привели страх и желание научиться самообороне. Боевым искусством девушка начала заниматься в 33. До этого были танцы, йога, пилатес. Теперь ежедневные трехчасовые отработки, бросков и ударов. Браки меня не обижали, но неприятные ситуации с мужчинами были. Да, было одно нападение. Это было уже после моего развода. Это случилось неожиданно. Человек напал на меня на улице. И я не знала, что делать. Много женщин начинают увлекаться единоборствами. Это, конечно же, радует. Почему? Потому что в наше время нужно уметь себя защищать. Потому что, ну, все мы знаем, статистика показывает то, что женщины часто подвигаются опасности, насилию. С начала года в стране больше 35 женщин погибли от рук домашних дебоширов. А за последние 4,5 года эта цифра превысила 800 человек. В прошлом году у меня занималось 5-6 девочек. Сейчас это более 15-20 человек у меня персонально занимаются. Помимо этого я хожу в другие залы единоборств. Это бокс, ММА. И там тоже замечается, что участились там девушек стало больше намного. Все хотят научиться в самообороне, чтобы правильно среагировать в критичной ситуации. И быть увереннее, что можно за себя постоять. Месяцы тренировок не гарантия, что вы сможете отправить своего обидчика в нокаут или нокдаун. Но вы точно будете знать, как его дезориентировать. Три простых правила. Удар ладонью в кадык, коленом в уязвимое место и оглушить. Так вы точно выиграете время, чтобы позвать на помощь и убежать. Спорт учит скоординировать движение и контролировать ситуацию. Главное не переступить тонкую грань между самообороной и нападением, твердят в один голос профессиональные спортсмены. Девочек нужно с детства давать на спорт, на единоборство. Если девушка с детства занимается спортом, с детства она дисциплинированная, она уже в последующем во взрослой жизни может дать отпор, может развернуться, уйти. Если, например, муж бьет, когда жених бьет, когда тренера, например, занимаются нехорошими делами, различным насилием, могут и голос повышать, и руку поднимать. А если девушка дисциплинированная, имеет характер, силу воли, она, конечно, развернется и уйдет, и никогда такого терпеть не будет. Ежедневно в полицию поступает около 300 звонков по семейно-бытовым конфликтам. А сколько женщин так и не решились позвонить? Вопрос открытый. По словам психологов, жертвы, как правило, надеются, что однажды домашний тиран все же изменится. Но это лишь одна из причин. В основном это, конечно же, желание выглядеть в глазах общества более благополучно, чем есть на самом деле. То есть вот это страх осуждения в обществе. Все молчат, и я буду молчать. Все так живут, все терпят. Вот это вот стадное чувство, когда женщина, к сожалению, не имеет примеров нормальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной в семье. Второе, когда женщина зависима от своего мужчины физически, то есть она слабая, да, экономически, финансово. Здесь само право сознания и отношения к людьмам должно поменяться. До сих пор много жертв не обращаются в полицию, даже родственники заставляют их молчать. Стараются держать в стороне и соседей. Между тем, безнаказанность за издевательство с упомой приводит порог тяжким последствиям, вплоть до гибели женщин и детей. Сегодня наша задача выработать конкретное решение и принять меры. Новый законопроект по защите прав и детей от бытового насилия сейчас находится на согласовании. В нем больше 90 поправок. Они касаются ужесточения наказания и усиления ответственности. Скоро его внесут в Можилис. В апреле следующего года документ должен вступить в силу. Саня Кубжасарова, Жандос Бетабаров, Растанбеку Спанов, Хабар, 24. Товарооборот Казахстана и Китая увеличился сразу на 35%. Об этом заявила премьер-министр Лихан Смаила в ходе переговоров с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном, находящимся в Астане с рабочим визитом. В прошлом году наши страны наторговали более чем на 24 миллиарда долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году. За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до 40 миллиардов долларов, обозначенной главами двух государств. Хотел бы подчеркнуть важность расширения перечня совместных проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания дорожной карты по реализации программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации соглашения о взаимном свидетельствовании импортно-экспортных товаров. Алихан Смаилов выразил уверенность, что практические меры, которые будут предусмотрены в этих документах, позволят расширить список наименований поставляемых товаров и выведут торговое партнерство на качественно новый уровень. В свою очередь заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян отметил, нынешний год стал очень продуктивным для Казахстана и Китая и обозначил готовность наращивать сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям. Это Хабар 24, прямой эфир. Перемирие между Израилем и Хамас продлено на два дня. Об этом объявило Министерство иностранных дел Катара у себя на странице в социальной сети X. Государство выступает посредником в двустороннем диалоге. Продление сделки означает, что произойдет следующий обмен с заложниками. Информацию подтвердили представители Хамас. Аналогичных действий со стороны Израиля пока не было. Однако накануне премьер-министр страны Бенеми Нетаньяху подчеркнул, что приветствует возможность освобождения заложников. Напомню, вчера закончился режим четырехдневного прекращения огня. На данный момент с обеих сторон освобождены 175 человек. В основном это женщины и несовершеннолетние. 20 человек погибли в африканском государстве Сьерра-Леоне во время нападения на тюрьму. Среди жертв 13 военных. Инцидент произошел в столице Фритауне. В результате беспорядков около двух тысяч заключенных сбежали. Об этом сообщили официальные лица. На данный момент удалось вернуть 23 человека. Поиски остальных продолжаются. Президент страны Джулиус Мадабио заявил, порядок в столице восстановили. По его словам, большинство организаторов атак задержаны, а силовики проводят операции для обеспечения безопасности. В Польше приведено к присяге новое правительство Матеуша Муравецкого. Церемония прошла в Варшаве. В новом составе правительство 18 министров. Половина из них женщины. Премьер-министру предстоит получить в отум доверия Сейма. Это Нижняя палата парламента. Если Муравецкий не получит абсолютного большинства от голосов, то нового премьера изберет парламент. По итогам прошедших выборов партия «Право и справедливость» лишилась абсолютного большинства в Сейме. Несмотря на это, президент Польши Анджей Дуда, представляющий эту партию, поручил сформировать правительство. Шансы получить одобрение Нижней палаты парламента у позиционного блока «Гражданская коалиция». Кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции является уже занимавший эту должность Дональд Туск. В странах Евросоюза тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения. Речь идет о законе, который запрещает продажу продукции, произведенной в местах незаконной вырубки тропических лесов. Так, Евросоюз борется с изменением климата. Всего на складах ЕС сейчас хранится около 200 тысяч тонн кофе и 150 тысяч тонн какао-бобов. Это данные, ведущие международной сырьевой биржи. Теперь компании Еврозоны должны подтвердить, что их товары не нарушают экологические нормы. В мире около 70% какао производится в Кодоевуаре и Гане. Там распространены вырубка лесов и детский труд. В число крупнейших производителей кофе входят Бразилия, Вьетнам и Колумбия. Самый масштабный шторм за всю историю метеонаблюдений на Черном море добрался до Грузии. Ранее пострадали морские побережья России, Украины, Турции и Молдовы. Сейчас стихия бушует в Аджарии, регионе на юго-западе Грузии. Сильный ветер, дождь и морские волны разрушают инфраструктуру городов. Юлия Тужилкина с подробностями. На море черная буря так и вздулись сердитые волны. Западная Грузия страдает от разбушевавшейся морской стихии. В некоторых городах ситуация критическая. В Батуми шторм повредил береговую линию на Новом бульваре. Вода с разрушительной силой ворвалась на улицы и дороги города. На данный момент идут спасательно-восстановительные работы. Призываем людей не выходить на побережье, потому что все еще продолжается ужасная погода и шторм. Шквалы морской воды обрушились на города Поти, Сарпи, а также на дороге Аджарии, региона, расположенного на побережье Черного моря. Особенно пострадал курортный город Кабулети. Он буквально уходил под воду. Шторм достигал 8 баллов. По словам местных жителей, такого шторма они еще не видели. Морская буря уничтожила новый бульвар, прибрежные кафе, рестораны и жилые дома. Повреждена инфраструктура, все необходимые службы мобилизированы, чтобы восстановить инфраструктуру. Прошу жителей не приближаться к береговой линии. По прогнозам синоптиков, непогода на Черноморском побережье Грузии продлится и сегодня. И хотя ветер и дождь немного утихнут, шторм все еще будет достигать 5 баллов. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Аджария. Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане. В ближайшие два дня штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах. По данным КАЗ Гидромета, сильные осадки, дождь, снег будут в Жамбулской области. В западоказахстанской, североказахстанской и Кустанайской областях гололед. Туманно и ветрено будет на юге, востоке и центре республики. В Астане без осадков днем до 3 градусов тепла. К центральному водоснабжению подключают села. В Кустанайской области сразу несколько коммунальных проектов реализуют в Федоровском районе. Питьевой водой обеспечат 6 населенных пунктов. Все это время людям приходилось использовать скважины с грунтовыми водами, с большим содержанием железа, кремния и солей. Запуск новых водоводов позволит обеспечить качественной питьевой водой почти 90% населения района. Артем Грапов продолжит тему. Владимир Убыкин в селе Первомайское живет уже несколько лет. Центрального водоснабжения здесь никогда не было, а потому воду добывали из скважины. Когда взяли дом, сами делали скважину и заводили воду дома. Сейчас лучше устраивает и напор воды хороший, нет ни накипи, ни начальника, ничего хорошего. Сейчас в Первомайском проживают 715 человек. У кого не было скважины, пользовались старыми колодцами. В колодцах это грунтовые воды, которые подходили, соответственно, иногда даже бывало, что и уходила вода. По качеству это было низкого качества, соответственно, с большим содержанием железа, кремния, ну и солей и так далее. Теперь в селе централизованное водоснабжение. На данный момент к системе подключены 150 абонентов. Это все соцобъекты и чуть больше половины населения. Остальные чуть позже. Параллельно строители работают в других селах района. В этом году завершается строительство четырех объектов. В селах Копыченко, Ленина, Заозерное и в селе Чистый Чиндак. Также завершаются работы соединительного водопровода Пешковка-Федоровка. На 1 января 2004 года обеспеченность водоснабжения качественной питьевой водой составит 89,7%. А в трех селах конкурсы завершены и работа только начинается. На руках у чиновников есть сметы для строительства распределительных систем водоснабжения еще в двух населенных пунктах. И для 16 сел ПСД только разрабатывают. В этом году сумма средств, направленных на водоснабжение в Федоровском районе, превысила 2 миллиарда тенге. Артем Грапов, Ермек Мухамедиаров, Куснайская область, Хабар-24. Отвод сгоревшего леса в области Абай может занять больше пяти лет. Об этом сообщили в Государственном природном резервате семьи Орманы. К настоящему времени лесники провели инвентаризацию на территории всего 900 из 63 тысяч гектаров выгоревшего леса. Ася Мутешева продолжит. Это 58-й квартал Батпаевского лесничества. Именно с этого участка летом и начался лесной пожар. Проводить отвод ревесины, то есть комплекс мероприятий перед вырубкой, на данной территории сложно. Местность для работы лесников труднодоступная. Находимся на большом удалении от лесничества, получается 18 километров. Рельеф с хами видите. Здесь большие сопки. Очень много работы. У нас берется вся древесина. Люди работают пять дней в неделю на отводе. Объем работы очень большой. Учет сгоревших сосен ведется в трех лесничествах. С начала осени отвод провели лишь на 900 гектарах. На эту работу в рамках разработанного комплексного плана предусмотрено пять лет. Но специалисты опасаются, что даже при всех имеющихся ресурсах этого времени будет недостаточно. Мы еще до сих пор не восстановили лес от прошлых пожаров. Для такого большого объема работы нужны человеческие ресурсы. Приглашаем волонтеров, студентов. Но к нам мало кто идет работать. Такая проблема есть не только у нас. К тому же проводить отвод могут только специалисты, которые знают в этом толк. Всего отвод и таксацию лесосек необходимо провести на 63 тысячах гектаров. После чего начнется еще одна большая миссия. Очистка территории от гари. И уже потом посадка новых деревьев. По оценкам экспертов, для восстановления пострадавшего от пожара леса понадобится 20 лет. И около трех миллионов саженцев. Асимутешева, берег Жубалайулы, Хабар-24, область Абай. Продолжим выпуск. Основные сценарии зимних происшествий отработали спасатели Восточного Казахстана. Бригады экстренных служб обкатали спецмашины «Шерпы» и «Блатоходы». На них форсировали водоемы и эвакуировали застрявших в снежных заносах. Водолазов задействовали в спасении провалившегося под лед автомобиля с пассажирами. Спасательную операцию развернули в реальных условиях при минусовых температурах. На следующем участке за дело взялись кинологи. В степи с минимальной видимостью искали пропавшего пастуха. Далее с поддержкой коммунальных служб отрабатывали тактику экстренной расчистки разрушенных паводками водопропускных труб и гидросооружений. Необходимость подобных тренировок обусловлена сезонной статистикой чрезвычайных происшествий. Прошлой зимой на востоке страны 55 раз объявляли штормовое предупреждение в зимний период. Зимние условия очень суровые. Ежегодно мы на автомобильных дорогах и в других перевалах спасаем где-то более 150 человек. И ежегодно спускается лавина искусственным путем где-то более сотни раз. Цель учения – это готовность силы средств формирования. Футбольное поле открыли после реконструкции в Куксувском районе области ЖТСУ. Его обновили по программе реновации футбольных полей «Алан». Ее главная цель – повышение качества спортивной инфраструктуры, развитие детско-юношеского футбола и создание благоприятных условий для его массового развития. Отмечу, это второй из объектов в стране, реализованный в рамках программы. За три года по всем регионам планируют капитально отремонтировать 20 полей. Поле сделано, можно сказать, идеально. Очень хорошее покрытие. Мы до этого по голому полю бегая тренировались. Теперь у нас будет возможность полноценно готовиться к различного рода чемпионатам. Такие поля нужны, бесспорно. Все большие, великие футболисты, они, как говорится, рождались во дворах, на детских площадках. Поэтому мы всегда должны искать свои таланты снизу. И такие поля помогут нашим ребятишкам отвлечься от каких-то гаджетов, больше заниматься футболом. Черная пятница в США установила новый рекорд. Американцы потратили на распродажах почти 10 миллиардов долларов. Причем большинство покупок совершено в онлайн-магазинах. Самыми популярными товарами стали телевизоры, умные часы, роботы-пылесосы и кофемашины. Совокупные траты превысили прошлогодний показатель на 7,5%. В США в ближайшее время станет известно о результатах покупок, совершенных в киберпонедельник. Ожидается, что объем онлайн-продаж достигнет 12 миллиардов долларов, что на 6 с лишним процентов больше, чем год ранее. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok